всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine но перед началом данного ролика хотелось бы выразить огромную благодарность всем нашим донатером за вашу финансовую помощь каналу спасибо друзья данный ролик как вы можете понять по его названию это солнечная система наизнанку часть 2 помните да тот ролик где мы рассматривали планету земля рядом с другой гипотетической можно сказать планеты и давайте сейчас я вам даже скажу по названию это планета аква которая является третьей планетой от нашего солнца а наша планета земля она является луной данного умеренного суб нептуна так вот человек который делал данный мод немножечко еще нам кое-что добавил чтобы так сказать мы смогли рассмотреть другие планеты как бы они могли бы визуально выглядеть в будущем либо либо вообще бы выглядеть по-другому иначе если бы наша солнечная система формировалась по-другому обратите внимание мы в кольцах но не просто в кольцах мы в кольцах планеты марс возможно как говорят многие ученые что фобос и деймос возможно упадут через миллион лет на красную планету а возможно при сильном сближении гравитации марса разорвет два этих небесных тела два его путника которые превратятся в красивые тонкие кольца ну возможно мы это и видим с вами сейчас результат того когда фобос и деймос сблизились марсом немножко ускорим время правда честно скажу широта объем данных колец у планеты марс слишком большой мне кажется от фобоса и деймос кольца бы образовались намного бы меньше прохладная пустынная субтера планета марс так и осталось в этом статусе спустя миллионы тысячи наверное лет ну конечно же хотя бы просто визуально посмотреть и представить как это может выглядеть в будущем можно space engine мы видим как падает на поверхность пень от колец так давайте посмотрим красивой период и солнечные сутки у нас не изменились у нас кстати все та же солнечная система наизнанку только уже немножко немножко повторюсь усовершенствованная хотя ссылочку на данный мод я оставлю обязательно в описании всем кому интересно вы можете потом подписаться на данный мод так скорость времени я увеличил и мы видим вращение марса кстати небольшие изменения произошли в space engine это то что по моему графика изменилось там она стала более требовательной более насыщенной все эти пост обработки ну в общем вы поняли о чем я говорю и качество текстур планет также вроде бы улучшилось давайте где-нибудь наверное опустимся на поверхность марса пусть им где-нибудь вот здесь в данной долине посмотрим с поверхности посмотреть на наши улицы вот на горизонте небольшое мы видим небольшое кольцо да так чуть дальше и дальше можно даже был бы найти какую-нибудь большую достопримечательность какую-нибудь даже долину маринер вот она кстати долина маринер и прямо над кольцами над ее центром можно ускорить время я хочу увидеть ночь на марсе на фоне конец колец небольшое отражение колец видим потому что солнечные лучи падают все таки где-то за горизонтом края планеты но здесь собственно у нас темнота интересное расстояние до первого кольца давайте узнаем так высота у нас два километра 20 километров тридцать четыре километра примерно наверно до первого края кольца у нас около так расстояние 4000 километров ну не так уж и много я бы даже сказал так ну что дальше давайте посмотрим еще новое нововведение так бы я бы сказал планета аква та самая которую мы рассматривали в первой части умеренный субнептун здесь в принципе вроде бы ничего не изменилось даже луна даже луна да я планета земля ну представлена она как луна с названием терра луна эден умеренная морская морская терра с жизнью и у нас то есть снова появилась это венера и меркурий меркурий у нас представлен как теплая пустынная субфирии жизнью на которой органическая одноклеточная жизнь существует воздушная ну да несмотря на высокую температуру 220 градусов на солнечной стороне минус 230 все-таки жизнь приспособилась каким-то образом на планете меркурии посмотрите даже по-моему какой-то до парниковый эффект 84 градуса я не могу понять одного почему всю атмосферу не выдала солнечным солнечными вспышками солнечным ветом данной планеты возможно такое сильное ядро что даже есть мог какой-то магнитное поле что я могу ошибаться поправьте в комментариях а у меркурия есть две луны это луна роуз собственно ничего интересного теплая безвоздушная микротерра и луна моя ла в составе кстати газ ксенон температура плюс 139 градусов по цельсию я не знаю здесь наверное тоже ничего интересного особо мы не увидим а вот на венере венере возможно какие-то интересные изменения есть парниковый эффект 560 градусов а в принципе нет это даже горячая пустынная терра давайте попробуем убрать может быть атмосферу почему-то не работает обычно когда я нажимал скрыть атмосферу то показывалась поверхность данной горячей планеты увидели ее раскаленную поверхность здесь она да конечно представлена как высушенная просто так что по спутникам по спутникам у нас есть теплая морская субтера луна по сей дом температура 61 градус есть кислород и вода ну соответственно да это же теплая морская субтера жизни как таковой нету возможно может быть какие-то только бактерии микробы парниковый эффект 11 градусов осевой период 21 час 50 минут сравнимо практически с планеты можно найти какой-нибудь здесь островок он там даже бушуют ураганы посмотрите маленькие небольшие ураганы а кстати что по диаметру 3566 приблизительно как наша луна действующие вулканы вырывающиеся прямо из от поверхности океана то есть они прямо здесь бурлят обратите внимание это может быть даже подземный какой-то океан ой простите океан подземный вулкан что ли может быть так действует какая-нибудь гравитационная сила венеры а то аж разрывает поверхности посмотрите вырывающийся вулкан из-под поверхности данной луны солнце очень яркая на горизонте ну классный вид конечно открывается на венеру и неподалеку посмотрите ураган я боюсь провалиться поверхность океана хотя нет мы сели таки прямо на магму лаву вырывающийся из океана так давайте промотаем может быть время центр урагана самое главное не попасть намного конечно ближе мы здесь находимся к солнцу давайте посмотрим расстояние так желтый карли где наша звезда очень ярко я не вижу горизонтом да блин лучше проще наверно взлететь вот она желтый карлик наше солнце и расстояние здесь 0,72 астрономических единицы но это наверное я так понимаю мы сейчас на отдалении просто и поэтому кажется что расстояние такое большое на самом деле конечно же при сближении ратура на данной планете наверно даже возрастает очень ярко смотрится солнце отсюда его вот это ураганище в эпицентре урагана на луне посмотрите невероятно да был бы круто если бы уже бы были бы 3d облака огромная это даже сверх ураган сверху может быть даже какой-то торнадо огромная торнадо рез насколько она в диаметре так вот край ну блин тяжело конечно понять так к сожалению тут ширину то не показывается расстояние ну давайте примерно посмотрим ну может быть километров 200 300 400 до где-то 200 точно большой достаточно ураган я очень надеюсь что человек который сделал данный мод я обязательно ему еще напишу в стиме мастерской под этим модом комментарий чтобы он поработал немножечко над такими лунами как и о европа ганимет к листа над юпитером над сатурном можно как-то оживить некоторые известные луны даже можно что-нибудь на уране подрихтовать я не знаю нептун известный известный известная луна тритон ну вот как то так я надеюсь что данная серия вам понравилось вы обязательно поставите пальчик вверх подпишитесь на канал нажмете колокольчик помните друзья что космос и вселенная бесконечным наше путешествие только на этом начинается всем новых открытий пока